Ставку налога на имущество организации, работающие на территории округа, снизят на 50%. Речь идет о льготе на вновь вводимое имущество. Предоставят ее при условии вложения инвестиций в развитие округа не менее 1 миллиарда рублей. Законопроект о понижающей налоговой ставке рассмотрели в первом чтении окружные депутаты. Процентную ставку налога на имущество планируют снизить в два раза – с 2,2 до 1,1%. Для того, чтобы получить льготу, инвесторам придется выдержать два условия. Преференцию можно будет получить только на вновь вводимое имущество и при условии вложения в экономику региона не менее 1 миллиарда рублей. Причем сроки предоставления льготы будут напрямую зависеть от объема инвестиций. Например, при инвестиции от 1 до 3 миллиардов рублей льгота по налогу на имущество будет предоставляться в течение одного налогового периода. А при вложении инвестиций свыше 10 миллиардов такая льгота будет предоставляться в течение четырех налоговых периодов. По словам законодателей, пониженная ставка налога на имущество создаст в округе более благоприятные условия для развития бизнеса по сравнению с другими субъектами Российской Федерации и, соответственно, привлечет в регион крупных игроков. И самое главное, такие нововведения будут способствовать наполнению бюджета, треть которого полностью составляет налог на имущество. Вот эта льгота позволит привлечь на территорию округа в течение следующих трех лет порядка 150 миллиардов инвестиций, что, соответственно, скажется на пополнении нашей доходной части, окруженного нашего бюджета. По расчетам администрации, с учетом применения вот этой льготы по налогу на имущество, округ может дополнительно получить чуть более 4 миллиардов рублей дополнительных налогов в окруженном бюджете. Напомню, льгота рассчитана на крупных инвесторов. Прежде всего, недропользователями таких, как Роснефть, Газпром, Лукоил, Башнефть и Росветпетром. Кроме того, пониженной налоговой ставкой смогут воспользоваться и другие крупные игроки. Речь идет о компаниях, которые занимаются производством электроэнергии, авиационным, автомобильным, морским и речным грузовым транспортом, оказанием услуг по перевалке грузов, деятельностью, связанной с инфраструктурой морских портов, аэропортов, размещением и обезвреживанием отходов производства и потребления и другой деятельностью. Законопроект, который, по прогнозам экономистов, благоприятность скажется на экономике региона, будет принят в окончательном чтении на июньской сессии окруженных депутатов. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал Север.